Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Я всегда записываю видосы из самых лучших мест на планете, правда? Сейчас я в горах, и снег тут похож на кристаллы. Вчера я позакрывал свои позиции в Google, в Meta, закрыл по Coinbase, Bitcoin, BNB, FXS. Я позакрывал эти позиции, но позакрывал их в Profit. На некоторых активах я получил от 30 до 50% прибыли. По некоторым даже больше, и это в течение месяца. Так что неплохие деньги я заработал на самом деле, потому что я инвестировал в эти активы большие деньги. Но если вы также заходили в эти активы вместе со мной, тоже поздравляю, вы могли заработать. Неважно, вы заработали тысячу долларов, может быть, 10 тысяч долларов. И на мой взгляд, вот на таких проливах, на таком нестабильном рынке, лучше закрывать свои позиции и выходить в прибыль. Думаю ли я, что это восходящее ралли закончилось? Ну, в краткосрочный период, да. Я думаю, что мы можем пролиться еще ниже. Но это не означает, что я больше никогда не буду покупать эти активы, которые я продал. Сейчас я, наоборот, расставляю ордера на покупку. Это я, в общем-то, делаю постоянно. Я играю на таких волнах на рынке. Например, я закупил Google на 10 миллионов долларов. Google вырос на 30%. У меня уже 13 миллионов долларов. И я закрываю свою позицию. Затем Google идет вниз, и у меня есть уже 13 миллионов долларов для того, чтобы в него перезайти. В расчете на то, что будет снова разворот, и Google начнет дорожать. Вот так можно заработать деньги, увеличить свой портфель. Я уже раньше вам говорил, как я отношусь к деньгам. Деньги – это как некое живое существо, которое можно даже называть по имени. И это существо нужно постоянно кормить, подпитывать его, для того, чтобы это существо постоянно росло. В общем, если вы хотите понять больше, как торговать, как инвестировать, пройдите мои курсы по криптовалютному трейдингу. Ссылка есть в описании под видео. Я собираюсь перезаходить снова в Google, в Meta, в Tesla. TSM, кстати говоря, я не продавал. TSM я еще держу. Я собираюсь перезаходить в Bitcoin, в Uniswap, в FXS. Когда я увижу, что они дошли до хорошего уровня, чтобы можно было их покупать, я буду перезаходить снова в эти активы. Ну и дальше посмотрим, насколько они опустятся, и тогда уже будем перезаходить. Подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков, поставьте лайк. И прямо сейчас давайте перейдем к техническому анализу по битку. Посмотрите на эти горы. Какая красота. Абсолютное спокойствие здесь. Так, ну ладно, открываем графики. И как ни странно, мы начинаем сегодня с Coinbase. Посмотрим, что дальше будет происходить. Пока что Coinbase находится внутри этого нисходящего треугольника. Если продолжится нисходящее движение, то мы дойдем до его нижней границы. И вот здесь, скорее всего, я буду ставить ордера на покупку по Coinbase. Так, идем теперь на биткоин. Текущая цена биткоина составляет 21 859 долларов. Чуток поднялся, восстановился, а биткоин после пролива... Но посмотрим сейчас подробнее, обо всем поговорим. Что там у нас происходит на графике. Стохастик на недельном таймфрейме находится в зоне перекупленности. На дневном, что там у нас, стохастик в перепроданности. Интересная история. Большое, конечно, падение было вчера на биткоине. Но я смотрю, тут прорисовывается фигура голова и плечи. И в таком случае это может быть пролив еще ниже. Но я все-таки рассчитываю на то, что биткоины толкнутся вот от этого уровня поддержки. И от этого уровня я рассчитываю даже зайти в лонг. Вчера я закрыл свои позиции по биткоину, закрыл их в профит и сделал довольно неплохие деньги. И на биткоине, и на других активах, которые я заходил и продал в итоге. Что пока что сделал биткоин, он оттолкнулся от этого уровня поддержки. Но я все же предполагаю, что может биткоин пройти еще ниже. Вот к этому уровню, 21200. И от этого уровня я бы зашел в лонг на биткоине, рассчитывая на хотя бы краткосрочный отскок. Почему я позакрывал свои позиции? Потому что биткоин вышел вниз из этого расширяющегося восходящего клина. Опять там пошли какие-то слухи в криптовалютном мире, в этот раз насчет биржи Кракен. И все это, возможно, негативно повлияло на рынок. Это неприятная история, но пока что все это на уровне слухов. Вот почему, кстати говоря, многие компании избегают Соединенных Штатов, потому что там слишком жесткое регулирование. И что я вам рекомендую, если вы тоже являетесь гражданином Соединенных Штатов, написать просто письма своим конгрессменам, своим депутатам, своим местным политикам. И скажите им в этом письме, что вы хотите, чтобы крипта присутствовала в Соединенных Штатах. Вы хотите пользоваться криптой. У нас-то в проекте Magicraft та же самая история. Мы не разрешаем покупать токены MCRT гражданам Соединенных Штатов. И также не разрешаем и стейкинг. И что в итоге получается? Получается, что все инновации как-то минают Соединенные Штаты. Потому что в Штатах очень жесткое регулирование криптовалютной сферы. Поэтому я рекомендую, ребята, обращайтесь к своим местным депутатам, пишите в конгресс, пишите куда угодно. Говорите им, что вы хотите пользоваться криптовалютой. Ну хорошо, давайте вернемся теперь на графики. Продолжим технический анализ. И уровень входа здесь получается 27200 долларов. И цейк профит в данном случае можно поставить на 22703 доллара. Вот на это я рассчитываю. То, что биткоин прольется еще ниже, подхватит мой ордер, развернется и падет вверх. Посмотрим еще на часовой таймфрейм. Здесь астахастик находится в зоне перепроданности, направлен вверх. На 15-ти минутке астахастик в перекупленности. Да, неоднозначная, конечно, ситуация. Сейчас биткоин формирует минимум ниже предыдущего. Это не очень хорошая история. Но посмотрите, на этой 15-ти минутной свече очень большие объемы на биткоине. Смотрите, уходило на отметку 21600 долларов. И после этого биткоин пошел стремительно вверх. И сколько было проторговано в этой 15-ти минутной свече? 6546 биткоинов. И еще один интересный момент, который я хотел бы отметить на графике. Посмотрите, вот это свечи молот. Они проталкивают биткоин вниз, но биткоин отталкивается и идет вверх. Откупает кто-то все-таки биткоин. Это, в принципе, хорошо. Ну а сейчас идемте дальше, покажу вам еще кое-что интересное. Вот вчера я сделал твит о том, что закрываю свои позиции. И даже перечислил, какие именно активы я продаю. Мета, биткоин, FXS, Uni и BNB. Затем я написал, что закрываю позиции по Google, Tesla, по Coinbase. Это я затвитил в своем твиттере, а также сделал посты в своем телеграм-канале с бесплатными торговыми идеями. И все еще держу MCRT, TSM, Qcom и BNB. В основном вышел в кэш, это не финансовый совет, я просто показываю то, что делаю на рынке со своими деньгами. Но MCRT я держу понятно, являясь основателем этого проекта. Мы создаем совершенно потрясающую группу моделей PlayToEarn. TSM я не продал, потому что на графике он выглядит довольно уверенно. Я ожидаю там еще рост. Что такое TSM? Это тайванская полупроводниковая компания. Довольно перспективное направление. Так, идемте теперь дальше. Это скрин по биткоину. Также я здесь в своем другом твите пишу, что я расставляю снова ордера на покупку по Google на 88 долларов и на 78 долларов. Но это не финансовый совет, вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. В данном случае я поставил ордера на покупку на 88 на 78 долларов. Там у Google уровни поддержки. Так, что еще вам интересного показать? Опять же, я пишу о том, что расставляю ордера на покупку по Coinbase. Здесь на 24 доллара. И почему я поставил на 24 доллара? Потому что здесь Coinbase находится в нисходящем треугольнике и вполне вероятно идет к его нижней границе. Так, идемте дальше. То, что касается слухов вокруг Kraken, пытается биржа урегулировать споры вокруг своей стейкинговой системы. Абсолютное сумасшествие то, что американцы не смогут пользоваться стейкингом. И еще очень важная ремарка, ребята, вот на это обязательно обратите внимание. Все, кто это читает, если кто-то вам пишет в личку, то это 100% не настоящий Джеймс Криптогуру. Вас кто-то пытается развести на бабки, это какие-то скамеры. И посмотрите, сколько фейковых аккаунтов в одном только Инстаграме. Мы постоянно, каждый день баним эти фейковые аккаунты, но они растут и растут, как грибы после дождя. Вот на этом уровне я зафиксировал свою прибыль по биткоину, 2786 долларов. А на пике прибыль по этой сделке составляла около 18 тысяч долларов. Это картинка для моего нового проекта, который я сейчас запускаю. Ну, а если так вкратце говорить, то этот проект называется Чат Год. Вот так, например, будет выглядеть с ним переписка с этим ботом. Я разговорный искусственный интеллект, который разработан для того, чтобы помогать тебе в различных заданиях. Я могу отвечать на вопросы, предоставлять информацию и даже помочь тебе найти то, что ты ищешь. Этот сервис, опять же, построен с применением технологии Чат ГПТ, а также технологии Да Винчи. Так, идемте дальше. Еще одна от меня интересная новость. Я буду выступать на конференции, буду выступать на мероприятии AIBC. Это произойдет в Дубае. Конференция будет проходить с 13 по 16 марта. Так выглядит наша игра Magikraft, которую мы сейчас разрабатываем. А вот это новый персонаж, которого мы буквально на днях добавили в игру. Бьерн Сэр Темплос. Если вы давно сидите за нашим проектом, вы помните, что когда-то мы показывали просто 2D изображения, какие-то чертежи этого персонажа. Затем была 3D-анимация. Ну и вот, наконец-то мы добавили его в игру. Так, почитаем теперь комментарии. Мне 14 лет. Ты меня очень вдохновляешь и помогаешь мне. Ты даешь мне уверенность в трейдинге. Я всегда себе говорю, слушайся, гуру. Спасибо тебе большое. Это прекрасно. Это просто отлично, что в 14 лет ты уже такой сознательный. И уже начинаешь учиться. И помните, у меня там на сайте проходит акция, если кто-то из людей старше 18 лет покупает курсы по криптовалютному трейдингу, я такие же курсы даю одному человеку бесплатно, кто еще не достиг 18. Прекрасная работа, Джеймс, отличный трейдер, у тебя великолепные торговые сигналы. Ну и на этом, я думаю, можно сегодня заканчивать. Давайте напоследок покажу вам еще свой торговый аккаунт на Бабит. Здесь у меня активов на 232 тысячи долларов. Я основательно вышел в кэш, у меня тут 150 тысяч долларов. 10 миллионов 700 тысяч токенов MCRT. Немного эфира. Ну, в общем, я в основном сижу в кэше. И пока что у меня здесь нет никаких открытых сделок. Но я теперь смотрю, на каких уровнях перезаходить в эти активы. Ну что ж, в следующем видео посмотрим на BNB. Пройдемся по эфиру. Пока что поговорили о биткоине. Я рассказал, что я делаю со своими деньгами. Обязательно пройдите мои курсы по криптовалютному трейдингу, чтобы научиться техническому анализу. Не рискуйте на рынке слишком сильно. Никогда не рискуйте более чем двумя процентами от своего торгового портфеля в каждой сделке. Учитесь. Занимайтесь образованием. Я вообще сам торгую только с телефоном. Я путешествую. Относитесь друг к другу с уважением. Любите свою жизнь. Вы все братья и сестры. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем хорошего дня и увидимся завтра.